Приветствую вас, Мария. Я думаю, что совершенно точно можно сказать, что если вы не знаете, как вам быть, то мы психологи не знаем, как вам быть и по-другому. Потому что это ваша жизнь и, на мой взгляд, только вы можете решать, как вам действовать, что вам делать. Поэтому, на мой взгляд, вам для начала нужно разобраться в себе. То, что я мог бы сказать. Вам нужно для начала разобраться в себе и начало понять, чего же вы хотите. Вот. Потому что, если вы чего хотите, не знаете, или если вы не обтягаете свои ценности, то сейчас это может быть очень печально. Ибо вас будут, если не постоянно, то достаточно часто завершены необратные ожидания по отношению к другим людям. Вот. И эти ожидания, ну, будут мешать вам. Вот. Поэтому, если, вот, условно говоря, проблематика такая. Вы человек, который склонен, допустим, много вещей контролировать, если не сказать все. Ваш молодой человек больше склонен к тому, чтобы жить сегодняшним днем. И та, и другая позиция достойны. У него есть свой взгляд на вещи, грубо говоря. И у вас есть свой взгляд на вещи, грубо говоря. И задача в том, чтобы вы позволили человеку быть собой. А себе позволили быть собой же. И все. Поскольку мужчина сам не знает, что будет завтра, то не знает он, соответственно, и того, условно говоря, я сделаю вам предложение или нет. И стоит спросить себя. Вам. Честно. А вот я готова признать, что мое стремление к контролю меня тяготит. И в глубине души я сомневаюсь, моя ли это ценность и готова ли я признать ценность позиции другого человека, например. Или нет. То есть вам необходимо определиться с тем, собственно, какой модель поведения вы хотите придерживаться. И, исходя из этого, уже действовать дальше. А то сейчас получается так, что вы и сами меняться не хотите. И требуете определенности морей от того, кто, в принципе, не живет в будущем, да, кто, ну, кто в большей степени живет в настоящем, это позиция человека, ну, просто, она просто есть. Ну, и все, как бы получается, что ни туда, ни сюда. Это, естественно, вызывает внутренний конфликт, который, в свою очередь, требует напряжения, которое, в свою очередь, способствует тому, что вы не можете естественным образом взаимодействовать со своим партнером. И, вот, партнер это напряжение, в свою очередь, может чувствовать также. И, ну, образно говоря, реагировать на него соответствующим, соответствующим образом. Вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. Выберите, решите для себя, что вы хотите делать со своими ценностями, да, то есть, например, вот, ваше, ваше стремление к контролю и ваше желание защищенности, вот, о котором вы говорите, когда речь заходит про, там, брак и так далее. Это ваша ценность, которую вы хотите продвигать? Или это все-таки, может быть, что-то связанное с вашими страхами, тревожностью и так далее. Если вы считаете, что мужчина должен после трех лет сделать предложение, если не делает предложение, меня не любит, хорошо, хорошо. Тогда поступайте в соответствии с этой ценностью, но не предавайте себя. А если вы не готовы поступить так, если вы сомневаетесь, если вы не уверены, то это уже немножко не про ценности речь, это уже больше про внутренний конфликт ваш, вот. Страх одиночества, например, или страх, страх быть брошенной, вот. Или, может быть, что-то еще, что-то еще. Например, если я не буду делать, то я буду какая-то неправильная, там, и так далее. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok